Институт Международных Отношений Казанского Федерального Университета Институт Международных Отношений Казанского Федерального Университета Татьяна Морозова Добрый день Добрый день Напоминаю, что, уважаемые абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета Все самые интересные мы обязательно озвучим, обязательно зачитаем, и вы обязательно получите на них ответ Я предлагаю перейти тогда к такому немножко вступительному слову Расскажите вообще, что такое единый госэкзамен по английскому языку Добрый день, уважаемые слушатели нашего канала Что такое единый государственный экзамен? Это очередное, это последнее испытание Перед тем, как вы станете студентами университета, любого университета Российской Федерации Конечно, это важное испытание Если кто-то из вас сдавал общий государственный экзамен после девятого класса То маленькое представление вы имеете о том, уже будете иметь, что такое ЕГЭ для одиннадцатиклассника Но, скажем честно так, сравнивая ОГЭ и ЕГЭ, условно будем так называть эти два экзамена ЕГЭ, конечно же, сложнее Это уже мастер-класс в английском языке Но все в рамках, конечно же, школьной программы И относительно того, насколько, например, если вопрос возникнет Насколько соответствует задание школьной программе То могу сказать, что соответствует полностью Если вы за все годы обучения в школе добросовестно выполнили все домашние задания Все то, что у вас учили лексический материал, грамматический материал Выполняли аудирование, говорение, чтение, письмо То вам вполне по силу на достаточно хороший, на высокий балл сдать этот экзамен Давайте пройдемся немного Я знаю, что был задан один вопрос относительно того, есть ли какие-либо изменения в этом году в формате ЕГЭ Я буду основываться на том демонстрационном варианте, который предлагает ФИПИ В нем нет изменений Для девятого класса изменения есть А для одиннадцатого класса изменений нет Если просто сравнивать изменения, которые коснулись ОГЭ Это аудирование и письменная часть В письменной части личное письмо, которое уже трактуется не как письмо, а как электронное письмо Как e-mail, в котором, например, уже не нужно будет указывать адрес, кому пишется письмо А в ЕГЭ тоже есть личное письмо, но пока никаких изменений там нет И если на данный момент изменений нет, то, в принципе, я не могу утверждать на 100%, но, как правило, практика показывает, что где-то на 95% изменений никаких не ожидается Хочу перейти к одному из заданий Конечно, вы знаете, этапы прохождения экзамена по английскому языку Конечно же, это аудирование, чтение И следующий этап — это грамматика и лексика Ну вот, например, один из таких, как на экране вы можете видеть Это раздел 3 — грамматика и лексика Вопросы с 19 по 25 Это задание, в котором предполагается то, что данное слово, в данном случае у нас на экране, оно красным цветом написано Эти слова написаны красным цветом, они должны быть изменены так, чтобы грамматически верно подходить под пробелы В данном случае мы остаёмся, скажем так, условно, в той же самой части речи, в которой эти слова здесь и даны Какой здесь может быть дан совет? Конечно, большую трудность для учащихся представляют видовременные формы английского глагола И, ну скажем, такой небольшой секрет Я надеюсь, что он многим из вас знаком Не должно, скажем, вы можете проверить себя, насколько правильно вы сделаете именно вот это задание Относительно видовременных форм глагола Это сколько раз была использована одна и та же видовременная форма глагола Скажем, если у вас, вы думаете, что в какой-то глагол нужно поставить форму past simple в действительном залоге То есть past simple active voice И вам очень хочется, вы чувствуете, что у вас есть именно два таких случая вот в этом задании То, скорее всего, вы не правы Потому что да, past simple может быть использован два раза Но один раз это будет действительный залог active voice А второй раз, скорее всего, это уже будет страдательный залог passive voice И, скажем, если у вас то же самое по аналогии Если вдруг у вас получается так, что вы два раза использовали Ну, давайте возьмем, например, present perfect То однозначно вы допускаете здесь какую-то ошибку То есть поэтому мой совет вам внимательно посмотреть И посмотреть, сколько раз одна и та же видовременная форма глагола была вами использована Просто посчитать и уже оценить, действительно ли они вам здесь нужны Относительно, например, местоимений Как в первом случае we Это может быть и возвратное местоимение ourselves В данном случае я не смотрю на сам конкретный текст Это может быть и us, и always То есть мы остаемся в рамках местоимения Если у нас с вами идет, например, существительное То, соответственно, что мы можем сделать в существительном? Мы, как правило, берем его форму множественного числа этого существительного С глаголом мы, понятно, мы меняем глагол согласно тому замыслу, который есть в данном тексте То есть, по сути, что мы делаем с вами, это, как мы обычно называем это Мы открываем скобочки, такой наиболее привычный вам вариант И ставим уже глагол в правильную грамматическую форму По этому заданию Это вот такой один тип для вас Считать, сколько видовременных форм глагола вы использовали в этом упражнении Дальше у нас идет с вами следующий раздел Это тоже грамматика и лексика Это вопросы с 26 по 31 Здесь хоть оформление очень похоже, но для вас это уже знакомо То, что здесь вы именно должны поменять часть речи Скажем, если у вас дано populate, как вы видите, это первое слово А эти задания я взяла из демонстрационного варианта этого года То populate, соответственно, мы понимаем, что это глагол То вы можете предложить или существительное, или, например, прилагательное, или наречие Но здесь понятно то, что, конечно, нам нужно существительное Потому что перед пробелом стоит артикль the Поэтому мы можем только уже работать с существительным Ну и такой подход будет касаться всех остальных других Всех остальных предлагаемых вам форм слов Когда вы должны менять часть речи Не забывайте, пожалуйста, о том, что иногда достаточно Не любое данное вам слово, которое требует изменения части речи Меняется за счет окончания, за счет суффикса Часто бывает нужно использовать и приставку Причем приставку с отрицательным значением Поэтому просто так посмотреть на слова И пытаться угадать, например, какая часть речи вам требуется Этого недостаточно Важно понять весь смысл текста И уже посмотреть, нет ли каких-нибудь случаев В которых ваш ответ должен иметь отрицательный смысл Соответственно, нужно добиваться этого Скорее всего приставкой, отрицательной приставкой Но может быть и отрицательный суффикс Такой как less, например Я надеюсь, что больше, наверное, проблем Каких-то таких нюансов в грамматике и лексике нет Конечно же, есть следующий раздел Это который мы называем multiple choice Где вы выбираете один из предложенных четырех вариантов Там уже, конечно же, это основывается все на словосочетаемости Как подготовиться, может быть, к этому разделу Это, конечно, только за счет того, что вы учите устойчивые выражения Наиболее внимательно вы относитесь к тому, когда вы что-либо читаете И самостоятельно прорешиваете большое количество упражнений И следующий раздел Это письменная часть Которая, вы помните, состоит из, собственно, письма Личного письма И из эссе Давайте немножко посмотрим на письмо Так как то, что я уже вначале сказала Изменений в формате, скорее всего, не предвидится Поэтому мы остаемся в том же самом формате, как привычным нам Конечно же, личное письмо нужно начинать с адреса И адрес может быть как полный, так и короткий Полный адрес, что имеется в виду Что дается номер дома Прописывается улица На одной строчке На следующей строчке вы пишете город Можете поставить запятую Пишите страну Понятно, что это Россия И на строчке ниже вы пишете дату Дата может быть той датой, которой вы будете писать сам экзамен То есть это, ну, например, давайте предположим, что будет 10 июня 2021 года Поэтому вы, в принципе, также можете и написать разными вариантами Вы можете написать эту дату полностью в цифровом виде Скажем, вы напишите, если это 10 июня 2021 года, вы напишите 10.06.2021 И такой формат написания даты будет считаться как одно слово Конечно, вы можете написать и через... вместо точек вы можете поставить слэш 10.06.2021 В таком случае этот вариант написания даты Также расценивается как одно слово И можно написать уже привычно, используя июнь как месяц То есть мы можем написать... джун 10, пробел 10, запятая 2021 В таком случае этот вариант написания даты дает вам три слова Если мы рассматриваем неполную форму написания адреса и даты То это будет просто город и страна и дата Но лучше писать не такой вариант, а полный с домом, с улицей, с городом, со страной и с датой И, пожалуйста, не ставьте точки в конце даты Потому что это не предложение, это всего лишь написание даты Что вы делаете дальше? Конечно же, любое письмо требует обращения к человеку, которому вы пишете Можно начать, конечно же, как dia, можно начать hi И вы указываете имя того человека, который дан в письме-стимуле Вы прекрасно знаете, что вы пишете письмо как письмо-ответ на то письмо-стимуле, которое дано вам задание И вот именно в этом задании будет и указано имя отправителя На слайде вы можете видеть в задании указано имя Write a letter to Peter Соответственно, вы будете писать или dia Peter, или hi Peter Вот, таким образом И вы ставите запятую И переходите на следующую строку Если вы делаете так называемый отступ Мы как называем красную строку То следующий абзац вы тоже должны начинать с отступа Если вы не делаете отступ А пишете по левому краю листа То, соответственно, вам нужно оставлять достаточно много места между абзацами Для того, чтобы видеть, где идет граница каждого из абзацев Не забудьте обязательно поблагодарить вашего друга за письмо Не забудьте сказать, что вы были рады получить его письмо снова В данном случае вы обязательно используете слово again Если вы не используете слово again А в данном случае again дает подтверждение ваших предыдущих контактов с вашим другом Если не писать слово again, то можно написать last letter Thank you very much for your last letter Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю И, конечно же, попросить прощения В данном случае извиниться за то, что вы не могли поддерживать связь Или быстро ответить на полученное письмо И в данном случае первый такой абзац Он достаточно, скажем так, клишированный Вы должны хорошо запомнить его перед тем, как вы будете писать эссе Что вы можете там написать Следующий абзац, третий получается Если мы расцениваем как обращение, как один абзац Потом введение, благодарность, ссылка на предыдущие контакты Извинение, как второй абзац То третий абзац это то, что вы, собственно, уже будете отвечать На поставленные вопросы вашим другом И если вы обратите внимание на саму формулировку задания Она дана на само письмо, стимул, курсивом выделенное То там идет, можно посчитать, сколько задано вопросов Вот смотрите Is reading important to you? Один вопрос Дальше идет вопрос why Получается, что этот вопрос требует Мало того, чтобы вы дали ответ Нужно еще и объяснить почему То есть, по сути, два вопроса здесь уже Следующий How do you like to spend your leisure time? Это третий What is your parents' attitude to your hobbies and interests? Это четвертый То есть вы для себя можете обвести знаки вопроса кружочками Вы сразу увидите, сколько у вас кружочков для себя Это именно как шпаргалка для вас будет И, соответственно, вы должны точно удостовериться Что вы даете ответ на четыре вопроса Но понятно, что первые и вторые вопросы Они могут быть объединены в одно сложное предложение Понятно, что сложное, потому что why требует объяснения И нельзя просто так, начиная абзац, в котором вы даете ответы на вопросы Сразу отвечать на эти вопросы Вы должны сделать так называемый переход или мостик В котором, ну какой может быть мостик? То, что, как обычно, я не буду по-английски вам это говорить У каждого будет свой вариант Вы сможете это просто перевести Что, ну, например, в твоем письме Ты задаешь мне ряд вопросов И я хотела бы ответить на них И, соответственно, вы сразу начинаете отвечать на вопросы Отвечаете на вопросы в рамках одного абзаца Не надо давать разные ответы на разные вопросы в разных абзацах В одном абзаце всего этого будет достаточно Когда вы ответили на все вопросы То вы переходите к следующему абзацу В котором от вас хотят проверить, насколько вы умеете задавать вопросы Вы помните, что есть задание, которое звучит как Ask three questions about что-то, что-то В данном случае у нас идет Ask three questions about his father's birthday Вы должны задать вопросы Уже, как в нашем случае, о дне рождения папы Поэтому все вопросы будут связаны с папиным днем рождения А не с вашим другом Питером, например Скажем, когда, скажем, вопросы могут вполне нормально подходить для нашей ситуации Когда вы отмечали Ой, так, извините, когда не получится Потому что у нас в письменной стимуле есть Yesterday was my father's birthday Да? Ну, например, где вы отмечали день рождения папы? Много ли подарков получил папа? И кто присутствовал на дне рождения? Если вы зададите вопрос Понравилась ли тебе еда на дне рождения? То это не совсем, конечно, будет вопрос О папе на дне рождения Потому что тебе То есть мы Ну, если вы укажете, конечно На дне рождения папы Ну, наверное, все Нет, все-таки, наверное, я думаю, это подойдет Я сейчас просто не очень могу Придумать Какой будет неверный вопрос Потому что Взрослым Нам Взрослым Кажется вполне логично Какие можно задать вопросы Но когда Эксперты начинают проверять Те вопросы, которые задают школьники То мы понимаем Насколько Богатая фантазия У школьников И Ну, поражаемся просто Этому И уже пытаемся Понять Действительно ли вопрос Имеет отношение К заданной теме Что бы я посоветовала здесь Именно отталкиваться От Темы Если дано Father's birthday То, соответственно Связывать это Только с днем рождения Папы И еще один такой момент Который, конечно же Всем обязательно нужно Напомнить Это А, так Да Задали три вопроса Три вопроса Также Эти три вопроса Задаются В одном абзаце Можно задать Конечно Больше вопросов Четыре вопроса Никто вас в этом Не ограничивает Но Надо Вы должны просто Оценить свои возможности Имеет ли Смысл Задавать эти вопросы И Останетесь ли вы Не превысите ли вы Отведенный вам Лимит слов Когда вопросы Уже заданы То вы можете Переходить К следующему Абзацу Это Уже Собственно Прощание И Просьба Обращенная К вашему Другу О том Чтобы Он Ответил Вам На ваше Письмо В следующем Абзаце Здесь тоже Конечно Мы будем Вы работаете Уже По шаблону Следующий После этого Абзаца У вас идет Как обычно Неформальное Прощание Можно Или Йоз Или Лав Лучше их Лотсов лав Конечно Тоже Можно Разные Вариации Варианты Главное Чтобы Это было В неформальном Стиле Сделано Вы ставите Запятую И на следующей Строке Вы пишете Просто Своё имя Вы можете Написать Своё Настоящее Имя Вы можете Придумать Какое-то Другое Имя Здесь Уже Не Возбраняется И То Что Я уже Немного Упомянула Это Конечно Соблюдение Лимита Слов Вы Знаете То Что Заданные Параметры То Что Ваше Письмо Должно Содержать От 100 До 140 Слов На Самом Деле Имеет Еще Более Широкие Границы Это 10% Уменьшение Такое происходит Что 89 Слов А Вы Поленились Посчитать То Тогда Вы К сожалению Получите 0 Баллов За Это Письмо И Ни на Какой Апелляции Вы Не Сможете Ничто Доказать Поэтому Очень Внимательно Нужно Считать Делать Подсчет Слов Я Надеюсь Что То Как Считать Слова Вы Все Знаете Если Вдруг Не Знаете То В Своих Вопросах Вы Можете Задать И Верхняя Граница У нас Это Тоже Плюс 10% Но Уже От 140 Слов То Вы Можете Максимум Написать 154 Слова То То есть Плюс 14 140 Плюс 14 154 Слова Но Если Вы Напишете 155 Слов То Тогда Эксперт Ноль Вам Не Поставит Но Он Отсчитает 140 Слов И Будет Проверять Только 140 Слов Не 154 Он Отсчитает А 140 Потому Что Допущенный Вами Допущенный Такой Зазор В 10 Процентов Он Уже Нарушен Поэтому Будет Отсчитываться Только Разрешенная Норма Вот И Получается Как Чем Это Чревато Тем Что У вас Не Будет Концовки Соответственно Вы На этом Однозначно Потеряете Несколько Баллов Поэтому Считайте Слова Обязательно Очень Часто Такие Случаи Бывают Когда Эксперты Действительно Расстраиваются Переживают За Выпускника Который Или Превышает На Одно Банально Слово Лимит Слов Или Еще Хуже Конечно Не Добирает Одно Слово 89 Слов И Соответственно Просто Теряет Свои Баллы И Давайте Перейдем К Эссе Вы Знаете То Что Уже Несколько Лет У Выпускников Есть Возможность Выбирать Эссе Какой Эссе Выбирать Одну Из Двух Предложенных Тем Эссе Вот Как На Экране Вы Видите Вопрос 40 Тема 1 Например Education Is The Most Valuable Thing For A Teenager И Вопрос 40 Точка 2 Robots Will Soon Replace People In All Jobs Вы 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 Выбираете Только Одну Тему Одно Утверждение И пишете Только На одно Утверждение Времени Не так Много Дано Для того Чтобы Вам Рискнуть И написать Ответ На два На два Утверждения Хотя Такие Случаи Бывают И В данном Случае Эксперт Будет Эксперты Будут Оценивать Все равно Только Одно Эссе Поэтому Лучше Вложить Все силы Правильнее Конечно Это Сделать И Тем Более У вас Задать Формулировки Задания Дано Comment On One Of The Following Statements Да Не На Оба Подумайте Где В каком Из Утверждений Вы Более Уверены Относительно Того Какие Вы Можете Придумать Аргументы За И Какие Вы Можете Конечно Придумать Контр Аргументы Это Эссе Это Эссе Выражения Мнения Поэтому Конечно Есть Вводная Часть И Во Втором В первом Обзаце Во втором Обзаце Уже Четко Должна Прозвучать Ваша Позиция Относительно Вопросы Которые Задаются И Есть У вас Предложенный План В данном Случае На слайде Вы видите Он Всегда Стандартный Если Написано Make an Introduction Да Понятно Введение Достаточно Тоже Такое Стандартное Просто Нужно Понять В чем Проблема Дальше Идет Второй Обзац Обязательно Должно Быть У вас Минимум Два Аргумента Достаточно Весомых Аргумента И Каждый Аргумент Должен Быть Еще И С Подтверждением Данной Позиции То есть Нельзя Просто Сказать Ну Например Грубо Я возьму Что Мне Нравится Классическая Литература Например Да Потому Что Она Интересная Это Не Аргумент Вы Должны Привести Доводы Я Не Знаю Ну Может Быть Потому Что Она Учит Жизни Классическая Литература Да И Соответственно Должны Объяснить Еще Каким Нибудь Примером О чем Что Значит Учить Жизни Как Например Поступать Или Как Как Общаться Со Своими Сверстниками Или Что Такое Добро И Зло Вот Такие Уже Более Конкретные Примеры Двух Аргументов Достаточно Если Они Весомые Если Вы Чувствуете Что Два Аргумента У вас Достаточно Слабоватые То Тогда Напишите Еще Третий Аргумент Как Правило То есть Вы Действуете По Схеме Аргумент Плюс Объяснение И Так У вас Минимум Два Раза Максимум Три Раза Следующий Абзац У вас Это Противоположная Точка Зрения То есть Это Как Другие Люди Которые Не Разделяют Вашу Точку Зрения Относятся К Рассматриваемому Вами Вопросу И Вы Видите В плане Что Указано Достаточно Одного Двух Аргументов Один Аргумент Но Весомый Аргумент Вполне Достаточен Два Да Было бы Замечательно Но Тоже В точности Так же Действуем По той же Самой Логике Дается Аргумент И Дается Его Скажем Поддержка Этому Аргумент Объяснение Следующий Обзац Это Четвертый Обзац Получается В котором Вы Говорите О том Что Вы К сожалению Не согласны С противоположной Точкой зрения И Вы Должны Не согласиться Объяснить Почему Вы Не согласны С противоположной Точкой зрения Исходя Из тех Аргументов Которые Вы Указали В Третьем Обзаце Не Всегда Конечно Может быть Такое Получится Но Что-то Постараться Подумать Как Вывернуться В этой Ситуации Это Нужно И Последний Обзац Написано Make a Conclusion Restating Your Position Именно Restating Your Position В заключении Вы еще раз Скажете Заявите О своей Позиции Не надо Говорить Не надо Указывать Никаких Новых Аргументов В заключении Вы просто Еще раз Но другими Словами Перефразируете То, что Вы до этого Уже Говорили И Есть Скажем За что Можно Пострадать В Эссе Это Если Полностью Будет Переписана Формулировка Утверждения И Она Будет Далее Эта Формулировка Или Одни И Те Слова Будут Использоваться Для Того Чтобы Выражать Ваши Мысли Нужно Стараться Перефразировать Само Утверждение Потому Что Это В Принципе Возможно Если The Most Valuable Thing Соответственно Наиболее Ценно Можно Взять Наиболее Важное Essential Можно Взять Или Important Или Essential То есть Здесь От вас Требуется Умение Об одном И том Же Сказать Разными Вариантами Сколько У нас Времени Уже Много Давайте Лучше Тогда По вопросам На самом Деле У нас Был Подготовлен Ряд Вопросов Вы На них Практически На все Ответили Давайте Подведем Такие Небольшие Итоги Вот В какой Части Делают Ошибки Чаще Всего На что Нужно Обратить Внимание Вот Как Показывает Статистика Относительно Как эксперт ЕГЭ Мало того Что являюсь Преподавателем Университета Но также Еще и Экспертом ЕГЭ Мы Работаем Только С проверкой Письменной Части И устной Части Письменная Часть Это имеется Ввиду Личное Письмо Эссе И уже Устные Ответы Относительно Аудирования Грамматики И чтения Мы к этому Не имеем К проверке Никакого Отношения Делает Это все Машина Компьютер Это делает Поэтому Здесь Сказать Я вам Не могу Честно Говоря Потому что Не проводила Просто Никакую Статистику Как Праве Но Единственное Что Исходя Из личного Опыта Наверное Нельзя Сказать Какой Из разделов Представляет Большую Трудность Потому что ЕГЭ По английскому Резвику Сдают Все-таки Те Выпускники Которые Которым Английский Нужен Для Поступлений Соответственно Они поступают На языковые Специальности И поэтому Это не случайный Выбор Дисциплины А осознанно И соответственно Эти люди Видят себя Уже В Языковой Ну скажем В языковой Лингвистической Сфере И поэтому Они осознанно Выбрали Это А значит Они Не дилетанты Да Которые Идут На экзамен Вот Поэтому Каких-то Больших Таких Сложностей Здесь Не будет Есть Свои Просто Основные Нюансы Ну например Если в чтении Основная Проблема Для Нас Россиян Это понять Какое Утверждение Является Является Not Stated Те Кто слушает Я думаю Что они Понимают Очень Важно Чтобы Те Составители Заданий Точнее Чтобы Мнение Составителей Заданий Относительно Вопроса Верный Он Неверный Или Ответ На него Не дан Соотносился С вашим Восприятием Этого Вопроса Вот Наверное В большей Степени Здесь Вот это Коварное Задание Вы Прекрасно Можете Полностью Понять Все Тексты Которые Даны В разделе Чтения Но Именно Формулировка Вопроса Может Скажем Поставить Вас В неловкое Положение И в данном Случае Это Зависит Уже И от Общего Кругозора От Того Насколько Логично Вы Пытаетесь Ответить На вопрос Но Совет Здесь Нужно Обязательно Искать Подтверждение В тексте Догадываться Додумывать Ответ Нельзя Обязательно Видите Вопрос И Должны На него Подчеркнуть Для себя Точно Найти То место В тексте В котором Это Или Сказано Или Вы Видите Что Указана Похожая Информация Но Она Противоречит Тому Утверждению Которое Дано Или Совершенно Информация Не Дана Просто Так Прочитав Текст И Потом Основываясь На Остаточных Воспоминаниях О тексте Отвечать На вопросы Нельзя Задание Задание По чтению Требует Именно Опор На текст И Не на то Что вы Можете Подразумевать Что Ну Я не знаю Что Что-то Вы можете Знать Из личного Опыта Но В тексте Об этом Не сказано Тогда Ответ Однозначно Ну Например Not stated Так Сумбурно Говорю Если Основывая Относительно Письменные Части Что Наиболее Сложным Это Иногда Правильно Понять Если Это Например В личном Письме Проблем Как правило Не бывает Единственное Что Вопросы Некорректно Может быть По структуре Задаются Или Допускаются Грамматические Ошибки А вот В эссе Важно Понять Тему И Важно Дать Такие Здравомыслящие Аргументы Поэтому Каждый Раздел По-своему Уникален Готовиться Надо Ко всему Если Вопрос В принципе Подразумевал Вот это Да На самом деле Примерно Это Я и хотел Уточнить Большое Спасибо За столь Подробные Ответы Напоминаю Уважаемый Зритель Что Вместе С вами В нюансах ЕГЭ По английскому На 2020 Год Разбиралась Заместитель Декана Высшей Школы Иностранных Языков И перевода Института Международных Отношений Казанского Федерального Университета Татьяна Морозова Следите За официальным Аккаунтом Казанского Федерального Университета Там Будем Анонсировать Остальные Инсталайфы Ну и смотрите Инсталайфы Само собой Всего доброго До свидания Субтитры Субтитры